Вот, например, европейский комикс, может быть, типичный европейский комикс, где главные роли обычные люди. Олег Куркин уверяет, комиксы не просто чтиво, а искусство. Дизайнер-архитектор у себя дома читает книги только в комиксном варианте. Ему так интереснее. Это то же самое, что читать книги, только это искусство более обширное, потому что здесь не только слово, здесь еще и визуальная часть. Поэтому подача информации совсем иная, чем в тем же самых книгах. Олег и сам не прочь порисовать иллюстрации к любимым комиксам. С собой у дизайнера всегда есть чистые листы и блокнот. Мало ли где застанет вдохновение. Но Любчанин подчеркивает, для него это лишь хобби. Настоящие профессионалы только на один комикс могут потратить несколько лет своей жизни. Комиксы – это очень серьезная школа для художников. И не каждый художник вообще потянет рисовать комиксы. Потому что это очень тяжело. И некоторые комиксы рисуют годами, потому что там проработка, цветокоррекция. А в коллекции Павла Маякова есть комиксы, которые он пока не может прочесть. Этот экземпляр ему привезли из Германии, естественно, на немецком. Стоил он недорого, но продавать его коллекционер отказался. Хоть и в 10 раз дороже. Сейчас у Павла около 300 журналов и книг про разных героев. Вот эти пришлось заказывать через интернет. То есть есть ребята, которые занимаются этим. Вот это. Современное переосмысление «Алиса в стране чудес». То есть этот комикс больше получается как бы для взрослых. А этот русский комикс 90-го года – гордость коллекции. Правда, историю про капитана, попавшего в ад, Павел вряд ли когда-нибудь узнает до конца. И ад, и рай пытаются переманить к себе. Почему – неизвестно. То есть чем он так ценен, тут не рассказывается, потому что это только первая часть. И других читей у меня нет. Да и никогда, наверное, не будет. То, что он очень редкий. Максим Некрасов тоже любит комиксы. Но он их не просто читает, а переводит для специального сайта. Перевод Лепчанин отправляет редактору из Железногорска. А тот уже отредактированный текст пересылает оформителю из Кирова. Любители этого жанра расстояние не смущают. «Веном» – довольно-таки популярный комикс по линейке Человека-паука. Ответвление переводили. Переводили тоже от Марвела страх, как он есть. Работает Максим за идею и спасибо в комментариях. Лепчанин надеется, что так любителей комиксов в России станет больше. И книгам с картинками наконец-то начнут относиться как к искусству. Наталья Медведева, Олег Писарев, ТВК Новости.